здравствуйте дорогие друзья с вами программа фокус на человека в мире есть вещи и происходят события которые мы не в силах изменить и нам это не подвластно да это неприятно да это грустно это страшно это раздражает но это так и сегодняшний наш гость дмитрий титков психолог и практик не просто психолог а практический психолог и практикующий психолог расскажет нам о том что происходит с нами в такие моменты и как сохранить себя здравствуйте дмитрий дали здравствуйте вот нечто случилось но я не знаю там стихийное бедствие вот с чего начать саму вот человеку чтобы не упасть никуда вот не провалиться но наверное не паниковать не поддаваться какой-то панике не быть в какой-то ажитации пытаться смотреть по возможности на вещи как-то реально не делать каких-то очень резких импульсивных действий наверное я бы начал с этого если мы говорим прям очень буквально не надо идти искупать пол магазина хотя и мы может быть об этом поговорим да в дальнейшем хотя таким образом можно еще немножко так себя обмануть обмануть мозг до который понимает вернее он считывает ситуацию таким образом да что он находится в опасности потеряно базовое чувство безопасности и от этого нужно делать какие-то действия нужно спасать каким-то образом себя вытаскивать но при этом нужно пытаться оставаться в реальности пытаться трезво смотреть на обстановку то есть когда человек находится вне зависящих от него обстоятельствах вот это чувство безопасности теряется правильно я вас поняла но какой-то опасный занижается обстановке мозг начинает оценивать окружающую обстановку как опасно или как небезопасно не опасно скорее как небезопасно небезопасно хорошо вот эта потребность есть такой момент что в этот в этот момент вот эта потребность она же базовая до базовым относится она будет искать возможность ну да на что-то встать на что-то опереться да и вот в этом и в этой ситуации говорите постараться не паниковать но вот можно как-то развернуть вот это вот поподробнее не паниковать в чем это вот заключается кроме магазинов вернее магазина скорее как один из показателей паники не у нас в острой какой-то кризисной ситуации может наша реакция на вот такую острую кризисную ситуацию может быть очень раз а от там плача на взрыв до какой-то там отрицание шокового состояния они очень разные очень по-разному индивидуально каждый реагирует на такие ситуации в этот момент очень хорошо если рядом будет кто-то который будет сохранять спокойствие который для нас попытается создать ту по крайней мере безопасную обстановку по крайней мере вокруг нас словно говоря укроет нас одеялом как-то с нами поговорить и либо просто с нами рядом побудет и то же самое мы можем сделать по отношению к другому да там в разных ситуациях есть какие-то свои там стратегии да то есть там в случае плача до дать поплакать до человек удачи мы еще поговорим да в случае какой-то вот прям ожидаться или истерии да нужно его как-то отрезвлять но есть базовые вещи желательно не оставаться одному лучше рядом чтобы кто-то был и создавать вот для себя и для окружающего рядом какую-то безопасную обстановку по крайней мере в той точке где вы находитесь не знаю дома правильно ли я понимаю что когда мы говорим о стрессе ну скажем остром стрессе да это ну собственно есть наверное да погружение ну вот попадание вот в состоянии острого стресса наверняка в жизни человека и до вот условно говоря ситуации а случались какие-то ситуации но случались какие-то происходили какие-то события которые вовлекали вот в этот стресс то есть принципе если человек хорошенько подумает он поймет свой механизм реагирования на стресс да насколько я понимаю там вот то о чем вы чуть-чуть сейчас сказали мы все по-разному реагируем на стресс да вот это вот та самая знаменитая тройка да замри бей беги она же имеет отношение к тому то есть не у всех она вот именно вот в такой последовательности есть люди если я правильно понимаю которые реагируют нас на стресс ступором да есть те которые агрессии реагируют все которые убеганием реагируют вот как человеку в этой ситуации помочь вот вытащите себя вспомнить и а вот обозначить свою собственную стратегию и понять что это мое вот вот как то так ну наверное не надо ничего вытаскивать я бы сказал что такие копинг стратегии копинг стратегии да это стратегии реагирования на стресс они есть у каждого человека они выработаны годами что можно сделать в этой ситуации вот кроме того как оставаться рядом и не тащить человека куда-то да просто создавать для него безопасную обстановку просто с ним поговорить о чем-то этого будет достаточно на самом самом базовом уровне я бы не я не сторонник того что нужно как-то вытаскивать человека да либо погружаться какую-то гиперрефлексию в таких острых крейсинг ситуациях есть шанс ретравматизации надо так делать да вот именно оставаться вот создавать для себя какое-то безопасное пространство это первое что мы должны сделать второе да когда мы уже там можем спуститься до уровня какой-то рефлексии да то есть когда становимся достаточно психически стабильным там мы можем говорить что в этой ситуации я вот делал там так а это вот моя стратегия реагирования на стресс но это вот не первичный не первичный а вот вы говорите когда нужно чтобы обязательно ну желательно чтобы кто-то был рядом а если этот человек который с которым будешь ты рядом он ну скажем так заливать тебя будет своими вот негативными эмоциями это же тоже нужно как-то обрабатывать контейнировать но как-то контейнировать и здорово если вы там я на это способен то я способен контейнировать эмоции другого а по возможности здесь нужно применять там условные техники то что психологи называют активным слушанием да говорить ага да и до попытаться контейнировать эти чувства поскольку ну проговаривание проговаривание облегчает состояние вот еще до проговаривания мы все еще находимся вот в большинстве случаев до люди находятся в понимании того что страх это плохо грусть это плохо да больно душевная боль это плохо да вот в этой ситуации как раз этими чувствами условно негативными человек и сталкивается да наверное вот об этом еще вот расскажите вот я бы да я бы сказал здесь что человек сталкивается с очень разными чувствами это вот полный спектр того что вы назвали кроме того он может например смеяться как реакция на стресс да такая что-то смешно да вот какой то такое то что называем истеричный смех я бы хотел сказать что любые эмоции и чувства которые испытывает человек в ответ на какую-то кризисную ситуацию они будут нормальны а я бы не назвал их там условно позитивными либо условно негативно окрашены да они любые могут быть и они имеют место быть в этом случае то есть наша задача в каком-то смысле донести до человека дата задача всех психологов да что в то что ты испытываешь это нормально это избегать не надо так как избавлю от страха избавлю там от боли это нужно прожить и вот в этом состоянии и собственно и есть некий день где вход там и выход да ну наверно нам важно я думаю что было бы неплохо идентифицировать и какие-то свои чувства по этому поводу но не надо делать их каким-то нормальными нормальными они нормальные они все чувства не уместно данной ситуации вот еще про повышенную тревогу да вот она же отличается от страха вот или нет сложно сказать этот вопрос да где там вот это вот граница если мы в случае скажем так страха очень сложно вот разграничивать вот эти понятия тревога неопределенность страх неопределенность да в случае с происходящими событиями конечно все это воспринимается да как страх смерти базовый страх смерти да потому что все то что происходит это все очень нам напоминает про то что ну немножко неизбежно вот что касается неопределенности я бы говорил что у нас возникает эта тревога неопределенности или беспокойство например да можно так по бытовому сказать и нужно понимать что это за тревога действительно ли я могу ее на нее повлиять или нет потому что здесь тревога может быть гипотетическая условно говоря подставьте любой пример завтра будет вот вот это но мы не знаем в этом плане мы можем так сказать по простому себя накручивать что завтра будет первое второе третье пятое десятое что там условно говоря все рухнет завтра и все нужно сейчас бежать что-то делать это гипотетическая тревога она повышает собственно говоря там не знаю сама 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 себя до стресс у нас повышается и мы начинаем делать какие-то импульсивные действия хороший вопрос здесь будет себе а могу ли я в данный момент на это повлиять и как я могу это сделать если я не могу повлиять на что-то происходящее вовне то это моя тревога гипотетическая и нужно сосредоточиться на том на что я могу повлиять сейчас тогда уровень тревоги снизится что это над чем можно сосредоточиться сейчас но вообще это какие-то очень базовые вещи это я бы я бы сказал что это может называться жить обычной жизнью жить обычной будничной жизнью который мы все живем каждый день это уборка уборка вот своего собственного пространства комнаты квартиры дома и так далее это мытье посуды это стирка это вот такие вот бытовые вещи которые нормализуют наш повседневный ритм с этого например можно начинать потом я бы не исключал составление например каких-то списков списков дел списков дел на день списков дел на неделю их можно корректировать это очень просто в третьих я бы не исключал какие-то занятия физически физическая нагрузка любая может быть абсолютно начиная от там я не знаю от зарядки от просто растяжки от просто потянуться заканчивая не исключая ваших ежедневных еженедельных занятий там где-то в тренажерном зале подставьте все что угодно есть возможность перебрать шкаф книжный который ты давно собирался сделать но не было возможности да есть возможность вымыть я не знаю окна да то есть залезть какие-то такие места своего обычного существует которые обычно не хватает времени и да здесь как бы центральная мысль не доделать что-то что я не доделал когда-то да там не постирать то что было не постирана а создать то обстановку которую я контролирую наверняка контролирую вот в той площади в которой я нахожусь той которую я могу контролировать да поскольку у нас чувство контроля оно принижает все наши страхи и тревоги если я контролирую эту обстановку я чувствую себя безопасно и как будто здесь хочется вот это состояние тревожные неопределенности или неопределенности на тревоги по поводу неопределенности разделить на ну вот на уровне да то есть тревога мысли тревога на уровне чувства тревога на уровне тела да вот если мы вот я просто представила что я убираюсь и у меня сразу вот организм определенным образом отреагировал то есть некое успокоение через действия в мысли приходит раз я делаю привычные дела свои да значит ну все нормально я их могу делать у меня есть руки мне есть ноги мне есть горячая вода и тишина я могу это делать да вот как то еще можно на уровне тела вы сказали вот физическая нагрузка в этом плане под подходит она например можно походить если есть возможность в группе где-то собраться друг друга пообнимать побольше да с родными если там с друзьями с родными нет да и вот это ситуация в которой мы все оказались а мы здесь как я бы хотел сказать конечно как никогда но мы здесь очень нужны друг другу это вот та ситуация когда человеку нужен человек я не знаю насчет каких-то телесных прикосновений насчет того я не знаю насколько близко знаком но то что мы можем состояние вот такого стресса дистресса собираться и говорить об этом это очень важно мы сейчас говорим о позитивном сценарии да что человек делает может сделать для того чтобы остаться на плаву вот эту опору под ногами почувствовать да и как-то может быть даже еще помочь кому-то а может быть ситуация развиваться по негативным когда человек не хочет ничего да ну то есть не находит себе каких-то сил никого нет рядом да и сам очень сильно нуждается и вот это дистресс да вопрос именно как он реагирует что что он делает впадает ли он от этого в какую-то апатию и да именно вот эти экстремальные пример да хорошо вы сказали что человек имеет право на любые эмоции до переживать но если человек испытывает вот страх злость там раздражение да на ситуацию и он не может у него нет ну как бы объекта на который он может выразить то то есть вот это вот экологичное проживание вот этих от негативных опять мы возвращаемся к тому что кто-то должен рядом быть чтобы тебя выслушать да вот с этим вот позитивным послушиванием до активным слушанием ну например это может быть условно этом криша да которым обычный психологи совет побить подушку там как-то очень усердно потерять полы таким образом экологично до вымещая какую-то злость дело все в том что а здесь есть один момент который может запустить и цикл каких-то таких чувств до которые будут менять друг друга есть здесь вопрос горевания по той жизни которая она станет другой до прежней а которая была прежняя жизнь уже не будет к сожалению или к счастью скорее всего мы будем сталкиваться с большим количеством ограничений которые еще будут приходить например ежедневно не это для нас вообще большой вызов как для людей да насколько мы вот преодолевая вот эту тревогу неопределенности еще попытаемся адаптироваться к обстановке поэтому мы здесь говорим о том что нам нельзя вот убирать вот эти вот наши базовые занятия по занятия уборка готовка вот эти вот самые стандартные вещи чтобы не растерять чтобы не растерять и сохранять вот этот вот контроль или контроль над тем на той площадью да где мы находимся и ведь горевание как таковое да по той символической потери символически потери той жизни которая уже не будет условно говоря жизни без инстаграма она будет запускать вот этот механизм горевания который будет проходить этапы там условно говоря шок отрицание до злость гнев депрессия и принять вот хорошо что вы коснулись этой темы потому что для многих особенно молодого поколения до подрастающего потери инстаграма это действительно вот та самая то самое вызывает то самое горевание потому что привязка была очень сильно эмоциональной и времени там люди проводили много и эмоции оттуда брали много да но они по крайней мере были и чувство пустоты все равно образовалась до некая пустота которую сейчас нужно заполнять вот давайте еще раз поподробнее вот про эти пять стадий принятия здесь очень просто как бы ушло ушел один мессенджер появился другой мессенджер да как бы пользователи перетекают другой вопрос как предприниматели у которых бизнес развивался помощью одних каких-то средств коммуникации сумеет адаптироваться другим это вызов для них это в том числе вопрос вот этой вот адаптации к новым условиям и здесь вот это вот составить как раз таки план что делать может быть очень уместно что буду делать да если мы сейчас потеряем одно средство коммуникации с аудиторией у нас есть резервные каналы коммуникации как мы будем их развивать вот это как раз таки вопрос про тревогу неопределенности здесь можно это контролировать по крайней мере продумать да что мы делаем у нас отвалилось одно да у нас есть другое у нас есть какой-то резервный канал это очень практичная вещь со стороны горевания у нас будут запускаться все эти стадии если мы представим что это горе и это горе по символической потери той жизни которой у нас уже не будет и по крайней мере я могу сказать что я проходил вот эти вот стадии да это стадия шока когда я только узнал об этом да это стадия отрицания это какой-то злость гнев и потом этот такой какой-то депрессивный период и как раз таки стадии принять на всем на этом мы как-то вот это проходим вот эту синусоиду ну насчет того что вот вы сказали что это мобилизующее время да это безусловно да тут для я просто слушаю людей много слушаю людей и имеющих серьезное психологическое опыт и образование и людей которые вообще далеки от психологии интересно очень как они реагируют да есть люди которые открывают в себе невероятный источник эмоциональной силы психи психической силы которая которая хватает на окружающих то есть начинают заниматься волонтерством чего раньше никогда не делали какое-то такая вот резкое резкое взросление что ли происходит да вот и они сами даже иногда не понимают как это происходит и понятно что люди которые обладают психологическими знаниями глубокими профессиональными они говорят о том что да в принципе это вот так и выглядит та самая трансформация о которой мы говорим на психологических сеансах который за который человек собственно говоря чаще всего приходит и слава богу если у кого-то происходит это так да и вот этот вот заражающий момент да то есть мы видим что кто-то у кого-то все получается и глаза горят и он помогает другим это тоже вот такой положительный заражающий момент который нам может пригодиться мне лично там вам лично и так далее да любому человеку но она вынуждена да вынуждена конечно я бы не сказал что это вот так вот эти ключа но вынуждены к сожалению ну уже в принципе вынуждена сейчас выходим из этой состоя из этого мы же не просили туда попасть и не шли туда как человек который любит адреналин и хочет попробовать что-то новое в своей жизни да но важно в этом сохранять какой-то реалистичный взгляд на то есть оно может быть мобилизующий может быть мобилизующие ажитировано а житирование а вот это вот то есть чрезмерная ну конечно там мобилизующие все все плохо нам надо скупать гречку это не надо присоединяться не надо поддаваться вот эту вот эту вот волне до которая вас мощи очень может захватить особенно в таких условиях но в то же время вы сказали что если речь идет о закупке какого-то небольшого запаса, то это своего рода успокоение, да? Да, мы можем обмануть таким образом свой мозг, сказав себе, ну все, у меня на завтра точно есть минимальный набор продуктов для того, чтобы вышлить, да, мы таким образом можем обмануть свой мозг и создать для него какую-то безопасную ситуацию. Другой момент, если мы начинаем это все закупать мешками. В такой непростой период можно, рассматривая цепочку событий, очень многокомпонентную, фактически можно докопаться до чего угодно, да, вообще до всего, да, что где-то потенциально мы могли на это повлиять, или наш выбор мог на это повлиять. Я бы призывал смотреть реально на эту ситуацию, действительно, могу ли я сейчас что-то сделать, могу ли я это там, как-то на это повлиять прямо сейчас. То есть, с одной стороны, сейчас не время копаться в себе и искать какую-то вину, и с другой стороны, не время для, ну скажем так, неоправданного оптимизма, да, то есть, или как? Не знаю. Я бы не стал закапываться в вине, вот в этом чувстве, да, что, не знаю, я виноват в какой-то сложившейся ситуации, я бы не стал так делать. И не рефлексировал бы такой, до такой степени. Еще интересно, что, когда мы говорим об общении, да, которое спасает, мы же можем выбирать это общение, мы можем выбирать, с кем общаться, а с кем не общаться, да. То есть, в этой ситуации люди из нашего привычного окружения могут нести нам, ну как бы успокаивающие нас, да, стабилизирующие нас информацию, а могут нести нестабилизирующие. То есть, вот то, что называется, в принципе, инфополе, тоже нужно, наверное... Да, и это большой вопрос, когда есть разные взгляды в каком-то очень тесном, например, кругу семьи. И примеры этому из истории, там, 20 века мы тоже найдем. Я бы прям призывал оставаться друг к другу толерантнее, относиться толерантнее друг к другу, к взглядам другого, и я призываю людей просто быть человечными. Мне кажется, это не повод вот прям рвать какие-то связи и вступать в какие-то вот ожесточенные конфликты именно на этой почве в инфополе. А это вот время, как никогда, мне кажется, когда мы должны быть человечными, по крайней мере, по отношению друг друг к другу. Со стороны инфополя находимся все в большом потоке информации, который не прекращается, который очень сложно разделять, не очень понятно, каким источникам информации доверять. И здесь дозировать инфополе можно ограничением времени, которое я буду на это тратить. Это может быть любое время. Это может быть 5 минут, 10 минут, час, 2 часа. Не знаю. Подставьте, пожалуйста, любое число под это. Но это должно быть как-то очень сильно дозировано. Ну и не просыпайтесь. И не засыпайте с чтением новостей, да, и не просыпайтесь. Лучше сейчас засыпать с хорошей книгой, да, наверное, или там с кино просыпаться. Я бы вообще, да, говорил о том, что занимайтесь чем-то приятным по возможности и не вините себя, пожалуйста, за это. Хотя, да, вот эта вот тема, и как я могу сейчас радоваться, она тоже, конечно, имеет место быть. Нет, вы имеете на это право. Вот. Я бы начинал именно с этого. Занимайтесь тем, что вам нравится. Не выпадайте из обычного своего ритма жизни. Ну, это клише, да, такое, условно говоря, делай, что нравится. Да. Всегда мы делать то, что нравится, мы не можем. Не можем, конечно. Да, но вот если у нас есть какие-то приятные мелочи или не мелочи, я призываю делать именно так. А если не так, то делай, что должно, и будь что будет. И как будто вот если я применяю это к себе, то даже если я мою пол, то мне хочется делать это более осознанно, нежели всегда. Да. Вот если я поливаю цветы, я думаю о том, что я поливаю цветы. Если я глажу белье, то я понимаю, что я глажу белье. Как-то вот это мое личное восприятие, как-то вот больше туда нахождение здесь и сейчас. Можно вкладывать в это любой символизм, на самом деле. Да, если мы говорим, там, я не знаю, то, что откликнулось, да, это полив цветов, да, это выращивание чего-то нового. В этом, да, можно вкладывать любой символизм, если он вам, конечно, помогает. Именно выращивание чего-то нового. Вот как будто вот здесь вот не откликается. Ну, да, не про полив, да, про полив, про растения. Мне кажется, сейчас, да, это прям... Еще есть такой момент, когда мы, условно говоря, гордые, боимся попросить помощи, да? Что скажете об этом сейчас? Ну, трудно прямо вот так сказать, что... Конечно, мы все, ну, не мы все, я бы сказал, там, некоторые, да, из нас, скажем так, у некоторых людей есть страх показаться слабыми. Можно по-разному к этому относиться, но я считаю, что сейчас не время. Не время, наверное, и не место. Прямо так просить, не знаю, я бы вот опять же вернулся, да, к той идее, что мы должны быть, что ли, более чуткими, более чуткими, более внимательными к себе и к своему окружению. Зарутинные вот этой работы каждый день, работа, там, то, что было до того, как. Мы заиливаем вот эти чувства, и сейчас как бы есть возможность здесь так немножко очистить и вытащить, да, чтобы они опять заблестели, да? То есть как бы патину с нашей прекрасной там, кувшина, в котором красота, как Заболоцкий говорил, находится, очистить от патины, и чтобы он засверкал, и еще было чем делиться с людьми. И ты тогда и сам будешь получать. И это вот сейчас, это не высокие слова, а и не поэтические слова, а прямая, ну, как бы необходимая для того, чтобы сохранить свое психическое здоровье. Потому что мы с вами знаем, да, что если человек не сохраняет психическое здоровье, то он может заболеть физически, да, тело будет реагировать. Это тоже некая опасность, которая существует. Но это вот базовое то, что мы можем сделать. Базовое то, что мы сделаем, это вот мы как человеку нужны человек, и мы нужны друг другу. Ну, простая поддержка, простое выслушивание, это вот те базовые вещи, которые мы можем делать прямо сейчас. Это не пять чек-листов, да, как избавиться от этой тревоги. Навряд ли очень за вот этих пять условных, там, пять способов, там, не знаю. Навряд ли мы с помощью вот таких вещей как-то с этим справимся. поскольку в данный момент мы сталкиваемся каждый день практически с новыми какими-то ограничениями, нам приходится их преодолевать. Если мы вот прям не справляемся как бы самостоятельно, да, обратиться к специалисту, это не лишнее, тем более открыты множество горячих линий. Я знаю, что там и мои коллеги, да, и я работаю в том числе бесплатно и помогаю людям. Да. Возмездно. Да, это сейчас очень радует, повсеместно открыто. Когда был жив Инстаграм, там были очень многие психологи, там, государственного, высокого уровня, проводят сейчас бесплатную, бесплатную консультацию. То есть, если раньше было ограничение, у меня нет денег, то сейчас это ограничение, можно сказать, не прокатывает. Иди и помогай себе. Да, не та ситуация. То есть, если вы замечаете, что вы не справляетесь с какой-то ситуацией, с этой ситуацией, да, которая сейчас происходит, либо же с какой-то другой, да, пожалуйста, прощайте к специалисту. Но вот все-таки мы возвращаемся к тому, что начинать надо с себя, с помощью себе. Пока ты не поможешь себе, ты не можешь помочь никому другому. Это, знаете, я вчера, когда летела в самолете, и вот та обычная процедура, которую показывают стюардессы перед тем, как... Про маму и про ребенка? Про маму и про ребенка. Она прямо вот услышалась, да, то есть она всегда фоном, а вчера она услышалась, что обеспечивая эти маски сначала себя, потом, ну, ребенка, кого бы то ни было вообще. Сначала ты дышишь сам, и только в этом состоянии ты можешь помочь кому-то другому. И иначе никак. Да, в этой ситуации я бы призывал не давать каких-то прямых советов, не говорить, что вот это вот сейчас тебе вот это поможет, а как-то вот просто выслушивать человека, как-то реагировать на него. Наша психика устроена таким образом, что в наилучшей... Она реагирует лучшим образом в какой-то момент времени. Да. Наша психика выбирает что-то такое, да, что оно само считывает как наилучший вариант из всех возможных каких-то стратегий, каких-то поведенческих паттернов, которые у нас имеются. Не знаю, насколько безграничны. Опыт таких людей, как Виктор Франкл и других психиатров, психологов, оказавшихся в каких-то ну, очень сильно невыносимых условиях, показывает, что да, психический ресурс человек очень высокий. Ну, собственно говоря, именно Франклу принадлежат те слова, что жизнь ценнее, чем условия жизни. Да, и вот сейчас, наверное, это такая доминирующая должна быть мысль, собственно говоря. Если все-таки случается так, что кто-то рядом с вами выдает вот ту самую дистрессовую реакцию, да, и нет рядом специалиста, и у вас, в принципе, наверное, есть возможность что-то предпринять, как-то человеку в этой ситуации помочь, да. То есть я говорю конкретно о тех самых ярких состояниях. Я бы хотела, чтобы вы сейчас прямо сразу, ну, прям, как это, попунктно рассказали, вот что делать, если это состояние, что делать, если это и так далее. Это достаточно сложно. сложно, но, по крайней мере, мы в состоянии, там, условно говоря, плача, да, мы можем сидеть, вообще для всех в состоянии, да, вот резкого такого реагирования, какого-то на сложившуюся ситуацию, это желательно не оставаться в одиночестве. Это опять, мы возвращаемся именно к этому второе. если вы не специалист, такой, прям, по оказанию кризисной помощи, да, я сам не могу сказать, что я большой специалист по кризисной психологии и кризисным ситуациям, не надо вот человеку пытаться помочь как-то профессионально. Что мы можем делать непрофессионально, это пытаться оставаться с ним рядом. В состоянии плача, да, мы можем как-то плакать вместе с ним чуть-чуть, да, не на взрыв, но как-то быть рядом, да, оставаться при этом собранным, спокойным, да, у нас могут быть, возможно, слезы, но при этом мы можем создавать вокруг него какое-то безопасное пространство, что сейчас все нормально, да, сейчас обстановка безопасная. Да, как-то подставлять свое плечо немножко, давая возможность другому опереться. Состояние ажитации, да, у нас здесь немножко сложнее. Состояние ажитации либо какой-то такой истерической такой реакции, да, мы как-то должны привести человека в чувство, да, в чувство, что ли, да, здесь нужно быть очень аккуратным, как вы это будете делать, да, водой, или вы его польете, либо что-то такое. С этим нужно быть как-то очень аккуратным, но опять же, это вот вопрос потери какого-то безопасного пространства, да, иногда людей как-то приводят в чувство физически, да, физическим каким-то привыкосновением, которое может быть тоже очень разным само по себе. Да, это вот, ну, то, что называется человека привести в чувство. Но при этом потом надо человека как бы не бросить, а остаться с ним. Сказать, что сейчас вы в безопасности, я сейчас буду с вами. Предложить какую-то помощь свою посильную, в крайней мере, выслушать человека. Да, давать человеку говорить. Меньше говорить самому, да, больше давая пространство говорить другому, избегать частиц, там, не вот таких вот каких-то вещей, не давать прямых советов. И не обесценивать, как всегда. Не обесценивать, да, там, те чувства, те эмоции, которые вот с каким-нибудь, с чем столкнулся, да, человек вот в этой ситуации. Ну, вот тоже интересно, да, что вот эти острые реакции, как плач, истерика, там, вот нервная дрожь, страх, ступор, или там бесконтрольная такая перевозбужденная от двигательной активности, они, да, они тоже зависят от типа нервной системы. У каждого по-разному проявляется. Ну, от типа нервной системы, от копинг-стратегии, какой опыт был, да, если там нервная дрожь, да, это как-то там разные стратегии, да, можно там усилить, попытаться какую-то нервную дрожь там. Подышать, наверное, рядом, да. Дышать, да, там, во всех ситуациях помогают, там, какие-то дыхательные практики, там, дыхание по квадрату, там, три, там, вдоха, три медленных выдоха, там, такие вещи. А что вот со ступором мне вот интересно? Я просто один раз видела такое состояние, человек просто вот не двигался, как будто даже не дышит. Что делать в этой ситуации? Здесь... Что бы вы сделали? Ну, по крайней мере, надо к человеку безопасно подойти. безопасно подойти, может быть, взять его как-то за руку, попытаться с ним поговорить. Опять же, говоря, ровным, спокойным тоном, да, о том, что сейчас обстановка безопасная. Сейчас ничего не угрожает. то есть в любом случае мы даем человеку ситуативное, создаем, или обращаем внимание, что ситуативно здесь безопасно, можно дышать, можно жить, можно говорить, можно успокоиться. Да. Понятно. И потом уже в зависимости от того, как человек приходит к себе, не приходит у него, как-то меняются реакции, не меняются реакции. А можно личный вопрос? Вот вы сказали, что вы пережили вот эти все стази, да, вот вы сами что сейчас делаете для того, чтобы свое это состояние поддерживать? Ну, по крайней мере, все то, что я перечислил. Все это ваши опыты? Я пытаюсь, да, я пытаюсь что-то это делать. Чего, наверное, делать не надо. Не надо злоупотреблять спиртными напитками и какими-то иными запрещенными веществами. Так делать, к сожалению, не надо, мы потом провалимся в сертониновую яму, и это, к сожалению, не помогает. Да, вот так вот анестезировать себя очень резко от тех эмоций и чувств, которые нас захватывают. Нет, не стоит, нам потом будет немножко хуже. Мы, к сожалению, не можем в этом состоянии, в измененном состоянии сознания, мы не можем делать попыток адаптироваться к новой ситуации и каким-то образом это переживать. То есть, человек может адаптироваться и проживать то, что он сейчас, где он находится, только в состоянии реального сознания, не измененного. но это важный очень момент. Мы часто находимся в повседневном трансе, и сейчас нужно как можно чаще возвращаться из этого. С транса в реальность, так? Ну, не знаю, смотря что вы именно понимаете под повседневным трансом. Ежедневный набор привычек, я бы не стал его как-то отметать. ежедневный набор вот это, то, что мы делаем, какого-то, да, какого-то такой вот повседневный транс, какие-то наши там утренние, вечерние, дневные ритуалы, я бы не стал их отменять. Вообще, сейчас это время, это не поиск каких-то простых решений. Там, я бы не сказал, что я прям вот так суперски как-то справляюсь с этой ситуацией. Да, и я могу сказать, что мне тяжело, и вот здесь вот мне важно это сказать, что мне тяжело, но я, как, я борюсь за себя, я работаю с собой, но борюсь в том смысле, что, наверное, не борюсь, а наблюдаю скорее за собой и вытаскиваю, как-то актуализирую то хорошее, что я в какие-то моменты чувствую. Вот это вот важно для меня сейчас. Да, это очень ценно. Актуализация, внимание на вещах маленьких, пусть небольших, но которые приносят себе хоть маленькое, но удовольствие, маленькое, но состояние счастья или какое-то там более-менее равновесие, более-менее покой. Это очень важно. Да, здорово, если вы знаете свои ценности и можете на них опереться в это непростое время. Ну, хорошо, спасибо большое, Дмитрий. В заключение могу сказать, что, ну, как бы резюмируя то, что вы сказали, бережем себя, надеваем маску на себя и не забываем о том, что есть сейчас масса психологов и психотерапевтов, они в открытых соцсетях, в открытых источниках, которые работают совершенно бесплатно. Это очень важно. Этим можно воспользоваться и, наверное, даже нужно, да, тем, кто чувствует, что сам не может справиться. Или бывает такое, что вот состояние, ну, как бы, ну, нет человека, никого в этом городе, да, и вот не время заводить новые связи. Да, конечно, психолог — это тот человек, который не будет ни обесценивать, не будет ничему учить, ни советовать, да, это человек, который поддержит, который покажет те точки, на которые можно опираться. Правильно я понимаю? Да. Если вы не справляетесь сами, да, пожалуйста, обращайтесь за помощью. Дмитрий, спасибо вам большое за беседу. Спасибо большое. С вами была программа «Фокус на человека». Всего вам доброго. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Егорова